Загадочная сонная болезнь распространяется. В Есельском районе, где уже год жители страдают от неизвестного недуга, почти каждую неделю выявляются новые случаи. Последним заболевшим стал мужчина, приехавший в село Калачи на несколько дней в гости к тёще. Сел за компьютером, открыл свои основные страницы, на которых я работаю. После этого, как вам сказать, вот у меня выключили. Просто я ничего не видел, ничего не осознавал. Пришел в себя, и то, так можно сказать, эпизодным включением было у меня вспышкой моего, это сознание. Уснув дома в селе Калачи, Алексей проснулся уже в областной больнице. То, что зять заболел именно сонной болезнью, первой заподозрила тёща. Сейчас врачи говорят, что состояние мужчины стабильное. Правда, для полного восстановления ему придется провести в больнице еще пару недель. Буквально на днях проснулся еще один житель сонного села. Он стал 35-м по счету заболевшим. 23-летний парень уверяет, что первая в их доме заболела супруга. Как сообщалось ранее, все пострадавшие указывали на слабость, сонливость и головокружение. В загадочном поселке уже побывала комиссия из Министерства здравоохранения и научно-исследовательского института радиационной медицины. Ученые замеряли радиационный фон, брали пробы воды, почвы, воздуха и продуктов питания. Но ничего подозрительного так и не обнаружили. По результатам вот этих обследований, эти пациенты, мы проводим сейчас более углубленные обследования. В частности, мы находимся сейчас в отделении функциональной диагностики. Проводится аналифизиологическое обследование. Помимо этого, проводится также биохимическое и другие ряд обследований. Проведено компьютерная томография головного мозга. Все эти обследования позволяют нам уточнить диагноз его, который практически и все изученные случаи позволят нам, я думаю, в скорейшем будущем уже более четко выяснить причину этого состояния.